Девчонки, всем привет! Сегодня я хочу показать вам вечерний макияж с коричневыми смоки и губами в стиле Калли Дженнер. Итак, начиная, как обычно, с нанесения тонального средства, сегодня я использую Rimmel Match Perfection. Сначала наношу кисточкой и затем уже влажным бьюти-спонжем, вбивающими движениями, распределяю тон по всему лицу. Вообще, я очень люблю наносить тональное средство именно бьюти-спонжем, потому что оно дает настолько легкое и невесомое покрытие, что тональное средство прям-таки сливается с кожи, что его совершенно незаметно на лице. Далее я наношу консилер под глазки и также нанесу немножко на т-зону, чтобы ее подсветить и немножко выдвинуть вперед. Вообще, я очень хочу сейчас снять отдельное видео про контурирование, и если вам интересно его будет посмотреть, то поставьте пальчики вверх. Затем я нанесу точечно плотный уже корректор на свои прыщички, какие-то покраснения. И вообще, чтобы очень хорошо замаскировать прыщик, нужно тщательно растушевать область вокруг него, чтобы не было четких переходов от консилера к тону. Затем закрепляю тональное средство и консилер посыпчатой пудрой от MAC Prep & Prime. Ее совершенно не видно на лице, оно дает легкое покрытие и очень классно фиксирует макияж. Далее обозначаю скулы, контурирующие пудрой от Maybelline. Чем она мне очень нравится, так это тем, что она дает очень естественную тень, и не рыжую, и в то же время не серую, как это делает... Как это делает? Как это делает NYX Taupe. Для оформления бровей я использую механический карандаш от Maybelline Brow Satin. И всегда вначале я просто обозначаю нижнюю и верхнюю границу, и затем уже заполняю пространство между волосками. Перед тем, как приступить к макияжу глаз, на все подвижное веко я наношу Color Tattoo в оттенке 91. Это такой пыльно-розовый оттенок, который сам по себе смотрится очень красиво. И дальше переходим к моей любимой палетке от MAC в Burgundy Times Nine. И первое, что я делаю, это затемняю складку века оттенком Quarry. Всегда, когда вы хотите увеличить глаза, не забывайте прорабатывать складку века более темным оттенком. И обязательно хорошенько растушевывать, чтобы не было никаких границ и переходов. Затем я набираю на кисть оттенок Antique White. Я надеюсь, я правильно произношу название теней. Немножко сильнее затемняю складку века. Также прохожусь по нижним ресничкам. И затем кисточкой-бочонком буду затемнять уголок глаза. Затем набираю на кисть очень красивый темно-шоколадный оттенок, который называется Embark. И также наношу его в уголочек глаза, хорошенько растушевывая переходы. И также не забывайте наносить тени по нижнему ресничному краю, это также визуально увеличит ваши глаза. Затем беру оттенок посветлее, это Popesit, и растушевываю на все границы, и также наношу на все подвижное веко. Далее прокрашиваю пространство между ресничками черным карандашом от Lancome. И далее черной подводкой от MAC я начинаю рисовать стрелки. Вообще стрелками можно кардинально изменить свой взгляд, сделать глаза больше или даже наоборот меньше. Я всегда вытягиваю стрелочку к кончику брови, создавая такой эффект кошачьих глаз. И любимый этап макияжа нанесение туши у меня это Maybelline Lush Sensational. А для нижних ресничек я очень люблю использовать тушь от Clorans. И теперь будем делать большие губы, как у Kylie Jenner. Первый продукт, который я использую, это карандаш от MAC в оттенке Nice and Spicy. И вообще, чтобы увеличить губы, нужно всего лишь подняться на 1 мм, там где у нас находится галочка, то есть в середине губы, и затем опустить эту линию к уголкам губ. И если вы будете соблюдать это простое правило, то у вас не будет губ, как у Miran de Sings. А получатся наоборот красивые, аккуратные, пухлые губки. И второй продукт, который я буду сегодня использовать для губ, это матовая помада от NYX в оттенке 14. И мне очень нравится, какой цвет дает именно сочетание этого карандаша и этой помады, поэтому обычно я их использую вместе. И вот такой очень красивый вечерний макияж с коричневыми смоками, матовыми губами в стиле Kylie Jenner у нас получился. Ставьте пальчики вверх, если вам понравилось это видео. И увидимся совсем скоро. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok